МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Си-Би-Си, радио Си-Би-Си-ФМ вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию провел встречу с главой МИД этой страны Аналиной Бербак. Стороны обсудили сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елисейский дворец опроверг информацию о том, что президент Франции Мануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с посла главы государства в случае победы правах на парламентских выборах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мировое сообщество поддерживает Азербайджан в председательстве в КОП-29. Об этом заявили участники Международной конференции ООН по климату в немецком БОНИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана предложит компании, продвигающим бренд Made in Azerbaijan, новый формат поддержки, логистические субсидии. Создаются новые механизмы финансирования, внедряются фискальные, тарифные и другие инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в промпарках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках рабочего визита в ФРГ министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД этой страны Аналиной Бербак. Министры обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе в экономической и гуманитарной сферах, а также подготовку КОП-29 и вопросы региональной повестки. Глава МИД Азербайджана проинформировал противоположную сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период и о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. Джейхун Байрамов напомнил, что закрепленные в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются препятствием для подписания мирного соглашения. Сегодня в Иране официально началась предвыборная агитационная кампания кандидатов президента страны. Шесть претендентов на высший государственный пост получили возможность представить свои программы и видение будущего Исламской Республики в телевизионных дебатах и выступлениях. Предвыборная агитационная кампания продлится до 27 июня, а сами выборы президента Ирана назначены на 28 июня. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Фикрет Садыхов, политолог, профессор Западно-Каспийского университета. Фикрет Мелем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Фикрет Мелем, как я уже сказала, в Иране стартовала предвыборная кампания. На пост президента претендует шесть кандидатов. В основном они представлены из числа бывших и действующих депутатов парламента и министров. На ваш взгляд, чего ждать от выборов и кто основные фавориты? Среди кандидатов есть новички, несомненно, дебютанты и известные политики. Часть претендентов, она была отклонена. И Совет Стражей Конституции, как известно, который занимается отбором кандидатур, проверкой их политической, моральной благонадежности, он отклонил все эти кандидатуры. А там было очень много выдвинувших свои кандидатуры на пост президента этой страны. Сегодня просматривается такая палитра достаточно разных общественно-политических деятелей. Они разные не по своим политическим взглядам, а по форме управления страной, по тем методам, которые они предлагают в своих избирательных выступлениях. Ну, я думаю, что наиболее известным, наиболее узнаваемым из них является спикер, нынешний спикер парламента Галибаб. Там есть и Мерти Герана, там есть бывший депутат, который недавно подал тоже свою кандидатуру на пост президента Ирана. Но там есть и новички. Эти люди, конечно же, малоизвестны общественности, малоизвестны избирателям, но они тоже выступают с определенными программами, говорят о необходимости реформирования, говорят о необходимости изменения политической системы в рамках, естественно, вот этого вот исламского формата, религиозного формата. Но думаю, что акцент будет сделан на тех политиках, которые наиболее близки к верховному лидеру, которые лояльны нынешней власти, нынешнему режиму. И я думаю, что это наиболее просматриваемые фигуры, это сегодня спикер парламента. Он как бы, если так, неофициально возглавляет этот список кандидатов. Ну, есть там и другие фигуры, конечно. Я не хочу называть имена, потому что все же это предвыборная кампания. Здесь все будет зависеть от того, как сложится эта кампания, на что будут сделаны акценты, какие могут быть предложены инициативы со стороны этих кандидатов. Но в то же время тут, конечно, важно и очень как бы наиболее сегодня серьезным является одобрение их программы со стороны верховного лидера, со стороны Совета Стражи Конституции, со стороны исламского религиозного руководства. Поэтому я думаю, что эти кандидаты, они прекрасно понимают, на что они идут. Они хорошо знают, что от них требуется. И я думаю, что в рамках именно этих требований они будут действовать и выдвигать свои программы, которые должны одобрить и избиратели, и те, кто контролирует эту избирательную кампанию. Фикрет Меллим, в зависимости от итогов выборов, как может измениться ситуация в Иране и внешнеполитический курс страны в целом? Я хочу начать с того, что президент страны – это фигура представительская. Президент является как бы главой правительства. Он, по сути, премьер-министр, говоря таким простым языком, выражаясь как бы в конкретной такой фразеологии. Поэтому он будет выполнять волю верховного лидера. Верховный лидер определяет и внешнюю, и внутреннюю политику. Он является руководителем силовых структур. Он является главой и силового блока. И является руководителем стражей, значит, революционных стражей, которые являются наиболее серьезной, важной ударной силой сегодня в иранском политическом истеблишменте. Но от того, как будущий президент будет реализовывать эту политику, конечно, будет зависеть и курс Ирана на перспективу после избрания главой государства. Но, конечно же, он как представительная фигура, как премьер этой страны, он занимается планированием госбюджета, он занимается финансовыми и экономическими вопросами, он подбирает кадры. От его, конечно же, расстановки акцентов в политике зависит то, в какой степени страна будет умеренно проводить внешнеполитический курс за пределами страны, или она будет более радикально это делать. Мы же знаем, что в истории этого государства были разные президенты. Был такой, как Ахмадий Нечад, это был, в общем-то, радикальный политик. Был Хатами, это более умеренный политический деятель. Поэтому вот в рамках тех установок, тех требований, которые выдвигает перед правительством, перед президентом верховный лидер и стражи революции, я думаю, и будет происходить реализация этого внешнеполитического курса и внутри политических шагов, которые должны служить укреплению и обороноспособности, и экономическому подъему, и, а главное, выходу из той изоляции, в которую попал Иран на сегодняшний день. Фикрет Майлевны, вот к слову, Ибрахим Раиси отличался более консервативной политикой. Он считался представителем жесткой линии. И вот можем ли мы предположить, что поменяются все-таки курсы Ирана, более в мягкую сторону? Все будет зависеть от того, на кого сделает ставку и в какой степени лояльность того или иного кандидата будет соответствовать политическим приоритетам верховного лидера и тех, кто является политическим окружением этой фигуры, этого персонажа. Мы не должны ожидать от нового президента каких-то коренных изменений в структуре политики этой страны. Не изменится ни внешняя политика, ни внутренняя политика. Она может быть просто чуть мягче, чуть радикальнее, могут быть внесены какие-то поправки в реализацию экономической политики страны. Но коренных преобразований, революционных изменений, я думаю, ждать от будущего президента Ирана нам не стоит. Фикрет Майорин, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы, что подключались к нашему эфиру. Спасибо, Лидия. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией был Фикрет Садыхов, политолог, профессор Западно-Каспийского университета. Продолжаем выпуск. Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. Об этом пишут французские СМИ. По их информации, отставка не является предпочтительным вариантом для президента, хотя ее перспектива должна служить в этой кампании для драматизации предстоящих выборов. Ответ официального Парижа не заставил себя ждать долго. Елисейский дворец опроверг сообщение о намерении Макрона уйти в отставку с поста президента Франции. Распуск парламента Франции Эммануэлем Макроном является шагом отчаявшегося президента, который рискует будущим своей страной. Такого мнения придерживается ряд европейских экспертов и аналитиков. Этот шаг французского лидера вызвал шквал критики в его адрес. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении досрочных выборов в законодательный орган страны после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент. Европейские СМИ называют этот шаг президента крупнейшей азартной игрой. Это также привело к возобновлению давней критики в адрес французского лидера. Особенно со стороны аналитиков, которые считают Макрона высокомерным, эгоистичным. Лидером, готовым поставить на карту стабильность Франции. Так газета Liberation назвала призыв к досрочным выборам чрезвычайной авантюрой. А правоцентристская газета Le Figaro опубликовала статью «Шок». При этом главный редактор издания Алексис Бризе в статье отмечает, что землетрясение было ожидаемым, а толчок оказался немыслимым. Бризе предупредил, что Макрон рискует доверить бразды правления партии, прогресс которой он обещал остановить. Это беспрецедентное решение является для страны цитата «прыжком в неизведанное», последствия которого неисчислимы. При этом эксперты считают, что Макрон действует необдуманно, и распуск парламента стал очередной его авантюрой. Решение Макрона, скорее всего, было тактической авантюрой. Он считает, что поражение на выборах в Европарламент является выражением определенного протеста, а не более глубокого недовольства его руководством. Кроме того, он полагает, что перспектива получения большинства крайне правыми мобилизует центристский электорат, чтобы проголосовать за его партию. При этом даже если национальное объединение покажет хорошие результаты и Макрону придется назначить члена партии премьер-министром, партия не сможет произвести впечатление на избирателей и потерпит неудачу на президентских выборах в 2027 году. Отчаянный президент – рискованная авантюра. Газета Le Monde также раскритиковала этот шаг, назвав французских граждан разменной монетой в рискованной игре отчаявшегося президента. Проблема прежде всего в том, что Макрон как игрок потерял лидерство. Многие эксперты не впечатлены решением и стратегией французского президента. И по мнению некоторых из них, это делает его высокомерным и человеком, готовым рисковать будущим страны. Тем временем газета Les Ecos охарактеризовала шаг Макрона как игру в покер. CNBC связался с Елисейским дворцом, чтобы получить ответ на комментарии и ожидает ответа. Макрона обвинили в элитарности и высокомерии во время его президентства. По мнению экспертов, сторонники Макрона защищают его как самодовольного и амбициозного человека, который умеет напрямую разговаривать с избирателями. Так что в любом случае, это авантюра французского лидера – высокомерие, если он думает, что сможет победить. Во-первых, он интерпретировал голосование как личное оскорбление, как отказ от направления его внутренней политики. Его иммиграционная политика недавно уже ужесточалась. И в прошлом году он упомянул, что, возможно, пауза в климатической политике ЕС была бы полезна. Оба этих намека на электорат национального объединения, похоже, не оказали никакого влияния. Так что он заблуждается, если думать, что одержит победу. По мнению аналитиков, Макрон явно рассчитывает, что победа на национальных парламентских выборах позволит ему сгладить удар, нанесенный правой партией. Однако французские СМИ указывают на риск того, что национальное объединение и другие партии смогут увеличить представительство и сформировать большинство в Нижней Палате Парламента. Перейду не Малиева, Сибиси. Между тем, в ряде французских городах прошли демонстрации в знак протеста против крайне правых партий, победивших на выборах Европейский Парламент. Многие из протестующих несли в руках плакаты с надписями, обвиняющими правоцентристские силы в фашизме. О том, какой Европа будет под управлением правых и как это повлияет на жизнь мигрантов и в особенности мусульман, подробнее в следующем материале. Выборы в Европарламент выиграли правоцентристские политические силы, в риторике которых порой звучат крайне националистические заявления. Накануне в отчёте Международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ было отмечено, что в ходе наблюдения за выборами в Европарламент большинство зафиксированных случаев риторикой ненависти звучала в контексте миграции и интеграции в страны ЕС. «Некоторые из этих партий вправду близки к фашистской идеологии, как, например, альтернатива для Германии. Их точно можно отнести к правым экстремистам. Однако я не думаю, что они привнесут какие-либо значительные изменения. Эти выборы показали, что подобная идеология может получить 20% голосов. Но, как мне кажется, правые ожидали от этих выборов гораздо большего». Правоцентристские партии Европы выступают за гораздо более жесткие меры против мигрантов и ислама, включая полное закрытие границ и отмену права на убежище в Европе. Исламофобия в Европе проявляется в различных формах – от предвзятого законодательства и политической риторики до повседневной дискриминации и нападений на мусульман. О том, что после выборов в Европарламент правые могут стать крупными игроками в политике, начиная от миграции и заканчивая безопасностью и климатом, говорят также и западные СМИ. Однако, по мнению экспертов, поменять что-либо кардинально у правых партий не получится, из-за отсутствия абсолютного большинства в парламенте. «Если мы обратим внимание на премьера-министра Италии Джорджию Мелони, то можно заметить, что и в её предвыборной кампании звучали страшные обещания топить корабли с мигрантами из Африки. Но когда она стала премьер-министром, ничего подобного не последовало. И именно поэтому, на мой взгляд, ни у альтернативы для Германии, ни у каких-либо других правоцентристских партий не будет большинства голосов для принятия единоличных решений. Это всегда будет коалиционное правительство». Несмотря на то, что центристские партии сохранили большинство мест в Европарламенте, в Германии и Франции наблюдается другая картина. Более 15% голосов избирателей получила немецкая партия альтернативы для Германии, тем самым заняв 14 мест в парламенте и установив свой личный рекорд. А во Франции и вовсе с большим отрывом выиграло ультраправое национальное объединение. Нужно также учитывать, что депутаты от Германии и Франции в совокупности занимают 170 мест в Европарламенте. Именно поэтому локальные изменения в каждой из этих стран могут иметь значительное влияние на общую картину в одном из ключевых институтов Европейского Союза. В Латвии проходит саммит Бухарестской девятки группы восточноевропейских стран НАТО. Руководитель военного блока Йенс Столтенберг заявил, что централизованная координация Североатлантического альянса поможет избежать пробелов в задержках, поставках вооружения и предоставления помощи Украине. В Риге сегодня впервые проходит саммит стран восточного фланга НАТО, на котором встречается Бухарестская девятка, группа, созданная в 2015 году как платформа для совещаний представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. На встречу лидеров восточного фланга НАТО в Риге приехали главы Финляндии и Швеции, поскольку две скандинавские страны также помогают укреплять безопасность восточного фланга НАТО. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что единая оборонная политика альянса поможет разрешить проблему в поставках военной помощи Украине и другим странам-партнерам. «Самой неотложной задачей является обеспечение поддержки Украине столько, сколько потребуется, и поэтому я ожидаю, что союзники по НАТО согласятся на то, чтобы альянс играл ведущую роль в оказании помощи в области безопасности, подготовке кадров для Украины, а также согласует долгосрочное финансовое обязательство перед Киевом, потому что союзники по НАТО уже оказывают в Украине 99% военной поддержки». Столтенберг заявил, что из всех восточноевропейских стран Латвия подает хороший пример другим членам НАТО, инвестируя более 2% ВВП в свою оборону и взяв на себя обязательство увеличить эту цифру до 3% к 2027 году. Столтенберг отметил, что главная задача альянса «гарантировать мир путем реализации политики сдерживания». «Я ожидаю, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в координации предоставления оборудования и обучения, а другие союзники возьмут на себя финансовые обязательства по поддержке. Во-вторых, мы займемся вопросами сдерживания и обороны. Союзники наращивают усилия в области расходов на оборону, и я ожидаю, что около 2-3 стран НАТО вложат в этом году в оборону не менее 2% ВВП». Неожиданностью для НАТО стало то, что президент Венгрии Тамаш Шуйок не прибыл в Ригу на саммит «Бухарестской девятки». Европейские издания отмечают, что между Венгрией и странами НАТО в последнее время наблюдаются серьезные разногласия из-за отказа Будапешта поставлять оружие ВСУ и поддержать будущее членство Киева в Североатлантическом альянсе. По данным СМИ, «Бухарестская девятка» планирует ограничить участие Венгрии в следующих встречах. «Статья 5 Североатлантического договора положение о коллективной обороне НАТО является юридическим обязательством союзников по Альянсу оказывать помощь в случае вооруженного нападения. Единогласное решение не требуется. Важно также помнить, что у нас есть разработанные планы и доступные силы. И пусть не будет сомнений, НАТО подготовлено и готово защищать всех союзников». Тем временем премьер-министр Виктор Орбан заявил, что 12 июня генсек НАТО прибудет в Венгрию, чтобы обсудить с ним вопрос о том, что страна не будет участвовать в миссии альянса в Украине. Ранее Орбан уже заявлял, что Венгрия не будет участвовать в военных действиях блока за пределами его территории. По его словам, он хотел бы заключить об этом договоренность с руководителем НАТО Эльвин Абдулаев, Си-Би-Си. 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит по Украине. Своё участие на конференции уже подтвердили 90 стран и международных организаций. В Швейцарии утверждают, что именно эта конференция станет первым шагом для достижения мира в стране. Проведение данного саммита заставляет задуматься о том, почему такого рода мероприятия не проводились, когда азербайджанские земли находились под армянской оккупацией. Президент Швейцарии Вио Ламхэрд заявила, что 80 делегаций, официально подтвердивших своё участие в конференции, будут представлять государства из всех регионов мира и 10 различных международных организаций, включая ООН. Окончательный список участников швейцарские власти опубликуют незадолго до начала конференции. Как отмечается в заявлении МИД страны, все государства, представленные на саммите, должны будут внести свои идеи и видение того, как достичь справедливого и прочного мира в Украине. Эксперты считают, что данная мера, направленная на решение российско-украинской проблемы, является позитивным моментом со стороны международного сообщества. Однако односторонним шагом, поскольку эти же страны, которые примут участие в конференции мира, на протяжении 30 лет закрывали глаза на оккупацию азербайджанских земель. Мы знаем, что на протяжении длительного периода, длительных десятилетий, другой конфликт, конфликт на Южном Кавказе между Азербайджанами и Арменией по причине агрессии Армении в отношении Азербайджана и оккупации ей азербайджанских территорий, оказался на периферии или же на обочине международных политических процессов. Это было связано с тем, что очень влиятельные силы в мире не хотели урегулирования конфликта именно в рамках территориальной целостности Азербайджана, а добивались консервации этого конфликта. Если мировое сообщество хочет разрешить подобные конфликты, то должен демонстрировать искренний подход. Аналитики считают, что таким двойственным отношением ведущие страны Запада потеряли доверие на международной арене. К большому сожалению, деятельность соответствующих международных структур, таких как, в частности, Минская группа ОБСЕ, способствовали укоренению сепаратизма на азербайджанской территории и формированию на азербайджанской территории незаконного политического образования. И никакой мирной конференции, никаких усилий по изменению ситуации, конечно, не было предпринято. Более того, обращение Азербайджана к различным международным инстанциям с целью выработки таких эффективных платформ для окончательного решения Карабахского конфликта не имели действия. Как отмечают эксперты, в затягивании Азербайджана армянская проблема большую роль сыграли также ряд западных стран, в результате чего конфликт имел достаточно тяжелую форму. Примечательно, что два из трех государств, кто сейчас активно принимает участие в этой конференции, 30 лет были членами Минской группы ОБСЕ и напрямую являются виновниками затягивания конфликта на международно признанных территориях Азербайджана. А конференция миров Швейцарии – это наглядный пример того, что для ряда стран существует четкая дифференциация между разными конфликтами, что приводит к печальным последствиям. Сарвинас Гаджалиева, CBC. Повседневные акции армянского псевдосвященника Баграта Галстаняна продолжаются. Протестующие провели прошлую ночь у здания парламента Армении. Места в этот раз охватило в семь. Теперь на митинги приходит лишь пару десятков человек. При этом новоиспеченный лидер армянской оппозиции архиепископ Иван Шист Галстанян свято верит в скорейшее свержение власти Никола Пашиняна. Он призвал правящую партию страны не надеяться на участие в следующих выборах. Нон-стоп акции армянского священника Баграта Галстаняна продолжаются. Протестующие провели ночь у здания парламента Армении. Места в этот раз охватило всем. Теперь на митинги приходят лишь пару десятков человек. При этом новоиспеченный лидер армянской оппозиции архиепископ Галстанян свято верит в скорейшее свержение власти Никола Пашиняна. Он призвал правящую партию страны не надеяться на участие в следующих выборах. «Как они вообще могут утверждать о победе? Им для начала нужно еще убедиться, будут они участвовать в новых выборах или нет. У этих людей нет ума. У них и биографии нет. Завтра мы им еще раз покажем нашу силу. Не просите меня заранее обо всем рассказывать. Да, людей на акциях немного, но считаю это нормальным». Ранее главный бунтарь Армении Баграт Галстанян призвал оппозицию обратиться в парламент страны с призывом созвать сегодня внеочередное заседание. Скандальные священнослужители и его последователи по-прежнему требуют отставки премьера и распуска правительства. Позже спикер парламента Армении Ален Симонян подписал решение о созыве 17 июня внеочередной сессии Национального собрания страны. Парламентарии рассмотрят проект об отставке правительства. «Столько пафоса о скорой отставке правительства. Столько несуразных заявлений о том, что у них якобы есть свой кандидат в премьеры, и его поддерживают все, кому не лень. А что самое смешное, они утверждают, что в нашей партии их тоже поддерживают. И чего они добились в итоге? Представили какой-то проект с призывом? Призыв? Вы серьезно? И ради этого вы столько бунтовали? Этот документ не имеет никакой правовой силы, даже если будет принят. Да если бы оппозиция просто помолилась за отставку правительства, то это имело бы больше политического веса, нежели представленный проект документа». «Я не очень понимаю, как можно вести так называемую борьбу на улице. Эти люди постоянно говорят, что храм победит улицу. Что это значит? Я не понимаю. В их словах нет реального содержания. Мы не знаем, какую политику они проводят. Единственное, что понятно, так это то, что они хотят ухода Никола Пашиняна и прихода к власти своих людей. А наша позиция такая. Во-первых, они от нас не получат никакой власти. Во-вторых, власть они могут получить лишь от народа, если примут участие в очередных парламентских выборах, и народ решит, дать им свой голос или нет». В ответ парламентская оппозиция обвиняет правящую партию гражданский договор в нарушении Конституции. По словам противников действующей власти, спикер парламента Армении Алин Симонян не обеспечивает нормально функционирование надсобрания страны, проявляет предвзятость и продвигает лишь свои партийные интересы. Напомним, протесты с требованием отставки Никола Пашиняна проходят в Ереване уже несколько недель. Демонстранты выступают против делимитации армяно-азербайджанской границы. Активисты провозгласили скандального архиепископа Баграта Галстаняна так называемым «кандидатом» в премьер-министры. Ранее лидер протестного движения Горисвещенник заявил, что уже имеет четкие планы по созданию переходного правительства в случае свершения премьера. Мировое сообщество поддерживает Азербайджан в председательстве в КОП-29. Об этом заявили участники Международной конференции ООН по климату в немецком Бонне. Главный переговорщик КОП-29 Ялчин Рафиев заявил, что на конференции уже начались обсуждения вокруг документов, которые будут приняты в Баку. У Международного климатического сообщества большие ожидания от предстоящего в Азербайджане КОП-29. Никто не сомневается в том, что климатическая конференция в Баку станет одной из самых успешных средей когда-либо проводившихся, и для этого есть все основания. Об этом заявил главный переговорщик КОП-29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев на ежегодной международной конференции по климату в Бонне. Мы будем рады приветствовать вас в Баку на одной из самых инклюзивных конференций КОП-29 в истории. Успех КОП-29 – это наша коллективная приверженность и ответственность, и мы надеемся на тесное сотрудничество с вами для достижения амбициозных целей, в которых нуждается мир. Мы можем добиться успеха только благодаря подлинному партнерству, настоящему сотрудничеству, и мы всегда остаемся открытыми для всех вас. Я еще раз благодарю всех вас за ваши конструктивные взгляды. Участники отметили, что все вопросы, касающиеся изменений климата, должны решаться на межгосударственном уровне. Для предотвращения глобального потепления обязательно должны привлекаться страны третьего мира, в частности те государства, которые больше всего страдают в результате изменений климатических условий. «Мы будем рады присутствовать в Баку на КОП-29 в качестве страны, являющейся стороной Парижского соглашения и частью африканской группы переговорщиков. Развитые страны должны выполнить взятые на себя обязательства в отношении увеличения климатического финансирования развивающихся стран. Что же касается ожиданий, то надеюсь, что все переговоры, которые были проведены на КОП-28 и договоренности, к которым удалось прийти, не потеряют свою актуальность и силу. Либерия, как страна с огромной площадью лесных массивов, ожидает от КОП-29 важных инициатив в этом направлении, чтобы ресурсы, которыми мы обладаем, могли быть рационально использованы. Более того, мы ожидаем, что мир примет во внимание нашу позицию по ископаемому топливу и начнет двигаться в направлении к возобновляемым источникам энергии». Участники конференции отметили, что Азербайджан успел проявить себя как ответственная сторона. Республика успешна председательству о движении неприсоединения, крупнейшей по численности после ООН-организации. Во время пандемии коронавируса не проявляла вакционный национализм. Напротив, была сторонницей рационального распределения прививок. В этом контексте председательство Азербайджанов КОП-29 очевидно станет успешным. Представитель Европейского Союза, выступивший от имени всех 27 стран объединения, заявил, что прогресс Азербайджана очень радует. «Европейский Союз высоко оценивает усилия и намерения Азербайджана в преддверии КОП-29. Мы внимательно следим за тем, как республика шаг за шагом выполняет взятые на себя обязательства. В первую очередь это касается перехода на зелёную энергию. В этом контексте важен формат тройки – сотрудничество КОП-28, КОП-29 и КОП-30. Это принесёт большой успех». Конференция ООН по вопросам изменения климата ставит целью объединения усилий всего человечества для сохранения экологии. Конференция имеет глобальный масштаб. КОП-28 в Дубае собрала порядка 80 тысяч делегат из 198 стран мира, в том числе глав государств и правительств. Ожидается, что на КОП-29 в Азербайджан прибудет такое же количество гостей. На конференции ООН об изменении климата группа НПО из 30 стран мира выступила с заявлением по Азербайджану. Неправительственные организации оценили деятельность Азербайджана, принимающей страны КОП-29, как способствующую диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными странами. В документе выражается поддержка президиуму КОП-29 и принимающей стране Азербайджану, которые возглавляют важную задачу по направлению мирового сообщества на пути к устойчивому и зеленому будущему. В Бонском заявлении иностранных НПО также говорится о поддержке уязвимых сообществ. Важно обеспечить, чтобы голоса уязвимых и изолированных сообществ, включая местные народы, женщины и молодежь, были услышаны и учтены в переговорном процессе. НПО выражают надежду на то, что Азербайджан станет местом проведения самой инклюзивной из организованных по сей день КОП. В последнее время в связи с КОП-29 Азербайджан неоднократно получал заявление о поддержке от иностранных НПО. Так, за последние 4 месяца свыше 360 неправительственных организаций, представляющих свыше 50 стран мира, высоко оценили глобальное лидерство Азербайджана на КОП-29. А теперь к новостям в экономике. Белоруссия и Азербайджан нацелены на расширение товарооборота к 2030 году. Эти и другие вопросы были затронуты в рамках визита Сахибы Гафаровой в Минск. Подробнее об этом расскажет моя коллега Сылатын Мирзаева. Сылатын, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Среди значимых вопросов также было создание совместных предприятий между Азербайджаном и Белоруссией. Все подробности прямо сейчас. Белоруссия и Азербайджану необходимо создавать совместные предприятия. Об этом председатель Палаты представителей Белоруссии Игорь Сергеенко заявил во время встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой. По его словам, белорусская продукция востребована в Азербайджане, как и азербайджанская продукция в Белоруссии. В том числе речь зашла о торговом доме Азербайджана в Белоруссии, где представлена различная азербайджанская продукция. Страны нацелены на значительное увеличение товарооборота к 2030 году. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, мы прекрасно понимаем, что планка поднята очень высоко. И в этот год темп высочайший. Но та задача, которую поставили президенты к 2030 году выйти на уровень товарооборота в размере 1 миллиарда долларов, во многом обязывает в первую очередь наших промышленников, сельхозпроизводителей. Самое важное здесь – найти нишу для депутатского корпуса путем участия в работе тех или иных предприятий, продвигать и развивать дальше инициативы. В развитии экспортного потенциала Азербайджана ключевую роль играет агентство поощрения экспорта и инвестиций. В ближайшее время отечественные компании смогут воспользоваться новыми инструментами поддержки, в том числе логистическими субсидиями. Азербайджан уверенно заявляет о себе на мировой торговой арене, активно продвигая бренды Made in Azerbaijan и поддерживая рост экспорта не нефтяной продукции. Страна представляет товары на новые перспективные рынки. Тем самым для экспортно-ориентированных компаний открывается доступ к миллионам потенциальных потребителей. Проширение географии торговли охватывает 15 целевых рынков. Особое внимание уделяется Китаю, странам Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Северной Африки, Южной и Восточной Европы. Международные эксперты высоко оценивают перспективы не нефтяного сектора Азербайджана. Ожидается, что в 2024 году страна увеличит темп роста экспорта, приближаясь к реализации целевых задач. Мы используем механизмы поддержки бренда Made in Azerbaijan, которые утвердились в 2016 году господином президентом. Выставки, экспортные миссии, байерские миссии, а также участие экспортеров на выставках индивидуальным способом являются важной частью этих механизмов. Но, тем не менее, мы также активно работаем в направлении институционального развития экспортеров, их подготовки к экспорту знаниями и информации о рынках и так далее. Поэтому в этом году мы очень активно поучаствовали на разных выставках. Также мы предоставили поддержку компаниям, которые индивидуально участвовали в разных выставках. В рамках стратегии развития экспорта выделено более ста приоритетных продуктов и товаров по семи основным категориям. Это позволит максимально полно представить на мировом рынке богатый экспортный потенциал Азербайджана. Для упрощения доступа к информации о нем будут полностью усовершенствованы сайты Made in Azerbaijan и Invest in Azerbaijan. Развитие онлайн-платформ позволит предпринимателям вести дела с зарубежными партнерами более эффективно. Также в текущем году активизировалось проведение различных международных форумов и выставок для расширения экспортных инициатив. В том числе ряд бизнес-форумов очень имеет большое влияние на налаживание отношений и коммуникации между компаниями Азербайджана и других стран. В начале июня наши экспортеры примут участие на международной выставке в Корее, в Сеуле. 15 компаний Азербайджана представят нас на данной выставке единым национальным стендом. И это логическое продолжение импортной байерской миссии, которую мы организовали в марте данного года. И в продолжение переговоров мы думаем, что участие на данной выставке будет иметь реальные результаты. Между тем, на глобальной продовольственной выставке The Saudi Food Show 2024 в Ирриаде Азербайджан впервые представил свою продукцию, которая получила высокую оценку зарубежных специалистов и покупателей. На национальном стенде «Мейден» и на Азербайджан демонстрировалась продукция 20 компаний. Такие меры представляют Азербайджан как надёжного и перспективного партнёра, предлагающего широкий спектр высококачественных товаров ненефтяного сектора. Мы представляли много продукции, свежие фрукты, овощи, продукты переработки, готовая пища, консервация, напитки и так далее. Продукции азербайджанских производителей пользуются очень большим интересом со стороны посетителей выставки. Как вы знаете, рынки стран залива очень важны для нас, потому что они каждым годом растут и, собственно, рынок Саудовской Аравии, он тоже растёт из-за открытия страны. Всё, много туристов прибывают в страну, поэтому рынок Саудовской Аравии очень перспективный для нас. Благодаря продуманной стратегии и целенаправленным действиям Азербайджан имеет все основания рассчитывать, что планы по расширению горизонтов для экспертных поставок будут успешно реализованы, а бренд Made in Azerbaijan станет широко известным на мировом рынке синонимом качества и надёжности. Вопросы экономического и энергетического партнёрства обсудили министр экономики Азербайджана Микайл Джабаров и вице-премьер министр инфраструктуры и энергетики Албании Белинда Баллуку. В том числе на повестке встречи министров двух стран находилась эффективность поощрения инвестиций, сообщил на платформе Икс Микайл Джабаров. Накануне в Баку состоялось первое заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией. На высокогорные пастбище Кельбаджарского района Азербайджана выпущены 116 голов яков из Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Азербайджана. Яков, являющихся подарком президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, доставили из Бишкека в Генджу на самолёте. Представители Минсельхоза участвовали в отборе завезённых в страну животных после карантина и необходимых прививок. Яки специальным транспортом были вывезены на лугах Кельбаджара. Сейчас продолжается их адаптация к местным флоре и фауне. Первый замминистра водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Кубат Кассиинов сообщил, что подаренные Азербайджану яки прошли весь санитарно-ветеринарный контроль. Документы, подтверждающие здоровье животных, выданы животноводческой организации Минсельхоза и вручены представителям отдела мониторинга. Деятельность фермы по разведению яков, созданной на освобождённых территориях Азербайджана, находится под постоянным контролем сотрудников Министерства сельского хозяйства. На ферме уже дважды проводился процесс осеменения. Были приобретены здоровые самцы яков. Численность животных увеличивается с каждым годом. Процесс адаптации яков к природе Азербайджана близок к завершению, и уже третий год ведутся наблюдения за их акклиматизацией. Результаты положительные. Под постоянным контролем ветеринаров не выявлено никаких заболеваний или лихорадок, связанных с отсутствием адаптации к местным природе. Расширение деятельности по разведению яков, увеличению поголовья и завершению их адаптации окажут положительное влияние на развитие этой отрасли животноводства в стране. В 2022 году началось создание экспериментальной яководческой фермы на освобожденных территориях Азербайджана. В том же году прошел мониторинг с участием кыргызских специалистов. Они были приглашены в Азербайджан для создания экспериментальной фермы. По мнению экспертов, высокогорные территории Лачинского и Кельбаджарского районов считаются наиболее пригодными для разведения яков. За последний год на опытной ферме прошли уже два оттела и замечено, что полученные ячата быстро адаптируются к местным условиям. Гибкий механизм изменения назначения сельскохозяйственных земель создается в Азербайджане. Механизм, нацеленный на повышение эффективности использования таких участков, включен в поправки в земельный кодекс. Проект-документ обсужден сегодня на заседании Комитета по аграрной политике Азербайджанского парламента. Указывается, что собственники земельных участков, либо те, кто ими пользуются в согласии владельцев, смогут изменить назначение земель для производства и переработки сельхозпродукции. Новые данные должны отображаться в Государственном реестре недвижимости. Вслед за презентацией компании Apple новых функций программного обеспечения на своей конференции разработчиков Илон Маск выступил с заявлением, что запретит новые продукты Apple на устройствах в своих компаниях. Накануне яблочные разработчики не только представили преимущества применения искусственного интеллекта в своих устройствах. Они еще и объявили о партнерстве в сотрудничестве с OpenAI Microsoft, чья технология ChatJPT будет интегрироваться в устройствах Apple на уровне операционной системы. Закономерно, что Илон Маск, который продвигает свою собственную систему искусственного интеллекта под именем XAI, не удержался от категоричного высказывания в соцсети X. Это неприемлемое нарушение безопасности, написал глава Tesla SpaceX и бывшего Твиттера. А посетителям компании придется оставлять свои устройства Apple у входа, где они будут храниться в клетке Фарадея, предупредил Илон Маск. При этом Apple и OpenAI в ходе презентации заверили, что кондифициальность данных будет лежать в основе новшества, для чего используется комбинация обработки данных на устройстве и облачных вычислений. Представители бизнеса и профсоюза в Европе заявляют, что в целом удовлетворены итогом выбора в Европарламент, однако вызывает обеспокоенность продолжающаяся борьба многих отраслей и малых фирм за выживание. Эксперты считают, что интересы всех сторон и переход к диалогу и компромиссам становятся ключевыми элементами не только для разрешения конфликтов, но и обеспечения стабильности и устойчивого развития как в регионе, так и в мировом масштабе. В воскресных выборов в Европарламент официальные представители бизнеса и объединений трудящихся выразили удовлетворение сохранением политического центра, сообщает Евроньюз. Но они призывают к пересмотру программы по борьбе с изменением климата, чтобы сделать её более эффективной. В то время как Европалата ставит цели по укреплению единого рынка Европейского Союза к следующим выборам. Однако многие отрасли и малые фирмы продолжают бороться за выживание. На самом деле очень большое количество стран, где правые действительно очень серьёзно усилили своё преимущество и на самом деле много где они просто на первых местах. В принципе, я думаю, что для экономики Европы краткосрочно это скорее негатив, и мы, в принципе, видим это по упадению в фондовых индексах на первых торгах после выборов. Но по большому счёту, в общем-то, долгосрочно, конечно, вот такая здравая оппозиция. Учёт мнения сторон украинского конфликта и глобального геополитического контекста долгосрочно может способствовать вероятности урегулирования ситуации, считает эксперт. В перспективе выборов и роста политической воли может возникнуть благоприятная обстановка для переговоров, что в итоге может привести к разрешению конфликта. Это, безусловно, важно для экономики Европы и общего мира. Потому что мы понимаем, что в результате действия санкций главными потерявшими и главными пострадавшими становятся самые западные страны, по крайней мере, это видно по статистике роста ВВП, и развивающиеся страны, так называемые развивающиеся страны, обгоняют так называемые развитые страны, и достаточно серьёзно. Или можно по другому классификацию сделать, что страны БРИКС, в общем, развиваются гораздо более динамично, чем страны Большой Семёрки или западные страны, страны западного мира». В этом контексте переговоры и поиск компромиссов могут представлять собой более эффективный подход к разрешению конфликта, учитывая интересы всех сторон. Такой подход важен не только для стабильности в регионе, но и для общей экономической динамики мирового сообщества. Однако развитие событий на ближайшую перспективу будет во многом зависеть от позиции новых евродепутатов, а значит, и формировать экономические процессы в ЕС. Сабина Мурадова, СиБиСи. Ну что ж, мы представили экономический выпуск и продолжим отслеживать актуальные события в сфере. Лидия? Спасибо, Салатын. Салатын Мирзаева представила экономический блок. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в девятичасовом выпуске новостей. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова